это какая-то ужасно странная история зачем вывозить из херсона украинских заключенных в россию какой в этом смысл какая может быть цель вы знаете нам поступили эти сведения наверное начали поступать месяц назад о том что привозят в колонии юга россии ставропольский край краснодарский край волгоградская область сотни заключенных из херсона и писали говорили о том что они переломаны в тяжелом состоянии очень много открытой формы туберкулеза и они украинские граждане сколько мы понимаем сейчас их собираются под отдать под российский суд то есть у них есть приговоры вынесены украинским судом за преступления совершен на территории украины по уголовному кодексу украины и собственно преступление они совершали там и они сидели в украинских сизо и в украинских зонах их вывезли в россию сейчас будут их пересуживать за это смысл один смысл один конечно будут переговоры пересмотрены в сторону ужесточения смысл во всем этот в этом один а именно в этот момент когда уже будут выноситься приговор или когда не поймут что ибрюс обвать наказание в гораздо более тяжелых условиях и гораздо больше чем они думали подписать контракт чего к вагнер я все равно не могу понять в российские колонии так наполнены людьми зачем тысячи украинских заключенных какой от этого политический что ли толк чтобы это какое-то непонятное мне абсолютно присвоение какой выигрыш от этого примерно 5000 заключенных кстати сказать и в отличие например от родственников российских заключенных которые не торопятся никогда к нам обращаться и обращаются уже только тогда когда ничего сделать нельзя украины начали писать сразу нас просто вал писем и я думаю что это очень такая циничная вещь она может быть придумана только в очень циничной голове знаете как приписывается сергей кириенко я в этом не очень сомневаюсь что именно он придумал схему с заключенными с российскими заключенными завербованными что они не будут возвращены на родину а будут неким такими форпостами россии в оккупированных территориях как в 16-17 веке это были там казаки беглые крестьяне примерно то же самое только наоборот с украинскими заключенными такая вот особая такая вот особой тарас бульбы такой немножко наоборот завербовать как можно больше украинцев и заставить их принудить их воевать против украины но во всяком случае будет предложено и будет предложен этот выбор для начала что либо вы идете на пересмотр сроков сроки в россии особенно за наркопреступление например там довольно много сидит людей по статье которую бы назвали бы в россии 228 я не знаю естественно номер украинской статьи но вот за это и в россии гораздо более жесткие наказание по этой статье например конечно их будут будут вербовать но я полагаю что поскольку поскольку российская власть упорно считает практически все население херсонской области россиянами я думаю что и будут выданы после того как будут осуждены по российскому суду и российские паспорта а в связи с чем они подпадают под действие нового закона о мобилизации людей судимостью поэтому если они идут с чувака вагнер их забреют на втором волнении мобилизации это конечно абсолютно запредельная история это принудительные российские паспорта какие-то вот эти вот фантастические суды это вывоз заключенных мне кажется никогда ничего подобного не происходило вот вы рассказываете что их пытаются содержать раздельно с россиянами а есть вообще вот такие возможности разделить их хватает места каким образом вообще про это становится известно какие то есть утечки из этих колоний сейчас мест хватает везде потому что от 20 процентов численного состава от каждой зоны уже давно давно воюет 35 тысяч человек на сегодняшний день воюет 35 тысяч заключенных да то есть российские зоны мягко говоря подразгрузил разгрузились вот поэтому места для них конечно же есть ну слушайте минус 35 тысяч человек ну просто сколько посадили изнутри россии всего на всего в общем 5000 и ты говоришь так всего-навсего конечно я говорю это в кавычках довольно цинично значит и для них освобождают бараки они в отдельных бараках живут местным заключенным не разрешается с ними общаться но конечно местные заключенные рассказывают нам да естественно и у нас есть довольно много свидетельств об этом то есть о предлагательное очень часто упоминается переломанные они все переломанные так как у нас связь бывает очень часто досторонние то есть люди надиктовывают ночью да на запрещенные мобильные телефоны отправляют на мессенджеры то не переспросишь обычно переломанные много открытой форме туберкулеза одни истощены в общем они в очень плохом состоянии они содержатся в отдельных бараках которые собственно под них освобождают они идут сначала на карантин две недели это было уже давно то есть они уже в лагере но все равно это отдельная совершенно локация общение не разрешено и их готовит к пересмотру приговоров а где будут присматриваться эти приговоры каких-то я думаю что в районных судах или это где-то внутри колонии будут прямо устраиваться эти суды как это будет происходить я думаю что районные суды будут выезжать конечно на зоны никто их отдельно не будет никуда возить я думаю что будет один адвокат на всех по назначению и собственно все мы конечно будем пытаться каким-то образом туда войти в эти процессы нам нужно же заявление доверителя да соответственно так не попадешь невероятная совершенно история и спасибо за за то что вы за этим следите и пытаетесь каким-то образом остановить эти процессы хотя к ощущение что в современной россии препятствовать подобному очень трудно и фактически невозможно более того трудно будем стараться